Библейский портал экзегет.ру представляет Вы обсуждаете с ним ровно те темы, на которые вы с ними ругаетесь. Я надеюсь, что нет. Я стараюсь избегать. Иногда не получается, но стараюсь. Иисус себя ведет иначе. Однажды в субботу Иисус пришел на обед к одному из главных фарисеев. Основной его комплект с фарисеями, с ревнителями закона, который думал, что все знают лучше всех, которые точно распределили каждый шаг человеческой жизни. За Иисусом внимательно наблюдали. Но он пришел в логово врага, можно сказать. Не очень понятно, зачем, но оставим этот вопрос. И вот перед ним стал человек, страдавший от водянки. Наверное, специально подослали, потому что там же уже было. Они подлавливали его, чтобы обвинить. В субботу нельзя исцелять. Суббота – день молитвы, общения с Богом, общения с другими людьми, отдыха, наслаждения, всем чем угодно, но только не работай. Тогда Иисус обратился к знатокам закона и фарисеям с таким вопросом. Можно в субботу исцелять или нет? Вот в лоб, напрямый. Зачем? А что, он нуждается в их разрешении? Он до сих пор никого не спрашивал. Но они молчали. А он прикоснулся к тому человеку, исцелил его и отпустил. А им сказал, если у кого-то из вас сын или вол упадет в колодец, разве вы не вытащите его, пусть даже и в субботу? Ничего ответить на это они не смогли. Зачем он идет на прямую конфронтацию? Ну, смотрите, это же важный вопрос. Это вопрос не про то, можно ли исцелять в субботу. В конце концов, в субботу можно взять выходной и исцелять в понедельник. Почему бы нет? Пойти на маленький компромисс. А вопрос в том, вот вообще творить добро и соблюдать такие важные религиозные правила, но внешние правила, что важнее? И он говорит, творит добро. Вы хотите доказать иное? Докажите. Обсудим. То есть, смотрите, Иисус никому не отказывает в праве на честную ошибку, в праве на заблуждение, в праве на свое мнение. Он готов с ними вступать в диалог, да? Они не готовы. Они хотят сделать, чтобы подловить его на этом исцелении, потому что он исцеляет в субботу, какой он плохой, да? Очень часто люди так себя ведут. То есть, не оставляя хорошего сценария. А если не исцелит, если скажет, ладно, потом приходи, о, он отказался исцелять, он не помог ничем человеку, да? Любой поворот плохой. И вот интересно, что он каждый раз, Иисус, ломает этот шаблон, да? Вот его пытаются поймать. Он мог бы отшутиться, он мог бы сказать, там, я не знаю, вы все дураки, а я один знаю, как надо, да? Нет, он пытается построить диалог с этими людьми. Они не готовы, они не хотят, им нужен не диалог, а повод. Но он пытается. При этом, это не значит, что он им, вот, боится слово поперек сказать. Иисус наблюдал, как приглашенные выбирали себе почетные места за столом. Но на востоке до сих пор так, там, где-нибудь в Средней Азии, на Северном Кавказе, важно, кто где сидит. Да, впрочем, мы на многих званых обедах сегодня, там, ближе к хозяину дома, дальше и так далее. И рассказал им такую притчу. «Когда тебя позовут кому-нибудь на свадебный пир, не занимай самого почетного места. Вдруг окажется, что хозяин пригласил кого-то поважнее тебя, и тогда он, кто пригласил тебя, его подойдет и велит тебе уступить ему место, и тебе придется с позором отправиться на самое последнее место». Остальные-то уже разобрали, да? А самый почетный гость, наверное, усадит в последнюю очередь, да, потому что он, как бы, пользуется привилегией. «Нет, если тебя пригласили, приходи и садись на последнее место, и тогда тебе скажет тот, кто тебя позвал. Друг, переседь-ка повыше, и будет тебе оказана честь на виду у всех прочих гостей». Вот смотрите, они любят почести, да, ну, кто же не любит, но они прямо их любят очень серьезно, да, и он объясняет им, как не быть публично униженным, как, наоборот, добиться особого признания, особого расположения хозяина. Это принизить себя? Ну, универсальный совет, да, то есть вежливость все построено на том, что мы стараемся, как бы, себя принизить, собеседника возвысить. Но здесь это про отношение с Богом, конечно. Вот фарисеи – это люди, которые себя выпячивают перед Богом. Вот я какой красавец, да. А он им говорит «нет», как притча о мытаре, да, который бил себя в грудь и говорил «Боже, милости, будь мне грешным». А вот здесь то же самое. Всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто себя принижает, возвысится. А хозяину, который его пригласил, Иисус сказал, вот третья вещь, да, пришел к фарисею на обед, вместо того, чтобы вкусно поесть и отдохнуть, он сразу три важных вещи сказал. И потом еще будет четвертая, хотя не совсем напрямую. Итак, хозяину, который его пригласил, Иисус сказал, когда устраиваешь завтрак или обед, зови не своих друзей или братьев, или родных, или богатых соседей, которые отплатят себя таким же приглашением. Нет, когда собираешь гостей на пир, зови бедных, увечных, хромых и слепых, и будет себе благо, ведь им нечем тебе отплатить, так что твоя награда будет ждать тебя, когда праведники воскреснут. То есть в этом мире люди взаимно рассчитываются, это не обязательно там деньги в обмен на, допустим, продукты, это может быть с почестью, в обмен на почестью и так далее. Но люди стараются общаться в своей социальной среде, чтобы как бы принимать и получать то же, что они отдают. А вот давай тем, кто ниже, и тогда в будущем веке твоя награда будет, они тебе там отдадут. Один из тех, кто был с ним на перо, услышал это и сказал, блажен, кто будет перерывать в царстве Божьем. Ну, такая как бы проходная фраза, эх, вот мы сидим, хорошо сидим, выпиваем, закусываем, а в царстве Божьем, конечно, это еще лучше будет. Иисус на это ответил. Один человек устроил большое пиршество и пригласил много гостей. Он не говорит напрямую, да, еще одна притча. Пригласил много гостей. Когда настало время пира, он послал своего слугу сообщить приглашенным, что все готово и пора приходить. То есть, смотрите, кто будет перерывать, кого Бог пригласит, думает тот человек. Кого-то пригласит, кого-то нет, вот фарисеи думают, вот их пригласят. Так вот, приглашенные. Но все как один принялись извиняться. Первый сказал, я купил поле, мне необходимо пойти его осмотреть, прошу меня простить. Ну, еще поле купил, замельный участок, как это важно. Второй сказал, я купил пять пар валов и собираюсь их испытать в работе, прошу меня простить. Тоже очень важно. Еще один сказал, я только что женился и прийти не могу. Ну, женился, тем более с молодой женой время провести надо. Слуга возвратился и предсказал все это своему господину, хозяин дома в гневе велел своему слуге. Скорее пройди по городским улицам и переулкам, приведи сюда бедных, увечных, слепых и хромых. Он таких и велел фарисею звать к себе на обед. И вот хозяин, то есть это о Боге, конечно, созывает бедных, увечных, потому что у богатых свои причуды, интересы, имущество, семейная жизнь, дела, вот им не до этого. А человек бедный, увечный, он сидит там, ему очень хочется, поэтому он, конечно, прибежит, как только может, увечный, как он побежит, но, в общем, постарается прийти. Слуга доложил, господин, твое приказание исполнено, но места еще остались. Ого, какой большой пир. Тогда господин велел слуге, ступай по дорогам и вдоль изгороди, приводи людей, пусть наполнится мой дом. Говорю вам, никто из тех людей, которых я пригласил вместе со мной пировать не будет. Как это же о пире в царстве Божьем. То есть вопрос не в том, кого Бог позовет. Позовет-то всех. Вопрос, кто откликнется и по каким причинам. Вместе с Иисусом шла большая толпа. Вот, пожалуйста, он же никого не прогонял, он не звал конкретно. Да, были люди, которых он звал, как апостолов, но найти-то мог каждый. Он обернулся и сказал людям, если кто приходит ко мне, не отвергнув собственного отца и мать, жену, и детей, и братьев, и сестер, даже собственную душу, тот не может быть моим учеником. Кто не несет креста, на котором его распнут и не идет за мной следом, тот не может быть моим учеником. То есть люди идут за ним в надежде, конечно, что-то получить. Кто-то исцеление себе или близким, кто-то развлечение, чудеса творит интересно, кто-то хлебушка, кормил же. Кто-то, может быть, послушать интересную проповедь, но мало кто готов от чего-то отказаться. Нам вообще не свойственно отказываться. Делая выбор, мы редко думаем о том, что мы отказываемся. Вот человек избирает одну возможность, а все остальные значит, что он отвергает. И вот здесь не в смысле отвергнуть отца и мать, то есть начать их там поносить последними словами и поколачивать. Нет. Но что для себя главное в жизни? Вот Иисус говорит, кто приходит ко мне и говорит, для меня главное, что бы то ни было, хотя бы моя собственная душа, тот не может быть моим учеником. Он не говорит, я запрещаю. Он не говорит, я ничего потом ему не дам, там в царство не пущу. А он говорит, просто не может, ну не работает. И кто не несет креста? То есть человек, приговоренный к смерти, нес перекладину креста, на которую ему потом висеть, тем самым признавая свой приговор. Если кто-то из вас захочет построить башню, разве он сначала не сядет подсчитать, какие потребуются расходы, чтобы завершить постройку? А иначе он заложит фундамент, но закончить стройку не сможет, а все, кто будет это наблюдать, станут одним насмехаться и приговаривать. Что это за человек? Начал стройку, а закончить не смог. А если какой царь захочет пойти на другого царя войной, разве он не сядет сначала посоветоваться? Сможет ли он с десятью тысячами войск и сразиться с тем, кто выставит против него двадцать тысяч? Если не сможет, то отправит к тому посольство с просьбой о мире, пока он еще далеко. Так и всякий из вас, пока не откажется от всего, что у него только есть, не может быть моим учеником. То есть, они все идут за ним, чтобы что-то получить, а он говорит, смотрите, чтобы быть моим учеником, вам придется от чего-то отказаться. Вы готовы? Взвести, рассчитайте. Все званы, но все ли готовы прийти? А кто готов, понимает ли он цену этого прихода? Как хороша соль. Но если соль утратит вкус, чем сможете придать ей соленость? Ну, солью все солят, а когда сама соль безвкусна, чем ее солить? Не сгодится она ни для почвы, ни для навозной кучи, такую выбрасывают прочь, у кого есть уши, пусть услышат. То есть, если тот, кто обладает неким качеством, вот уникальным для этого мира, соль соленая, да, вот если он утрачивает это качество, мой ученик, говорит Иисус, утрачивает качество моего ученика, он никуда не годится. Мой ученик – это вот соль мира, да, помните, как на горной проповеди, соль земли и свет миру. Если они утрачивают эту соленость, то все, то это просто что-то, что летит на помойку и незачем уже никому не нужно. Ну, кого есть уши слышат, пусть услышат, пусть слышат. Это мы уже не раз встречали. То есть, опять-таки, вот никому ничего не навязывать. Вы готовы это принять? Принимайте. Вот я это говорю так. А вы уже решайте, готовы ли вы это услышать. Конечно, такая проповедь вызывает противодействие фарисеев и будет об этом в следующей главе, 15-й.